Основной танк тип 90 для японских сил самообороны разрабатывался фирмой Mitsubishi Heavy Industries с 1976 года под индексом Street C для замены более ранних танков тип 61 и тип 74. Новая машина должна была уверенно противостоять на поле боя советским танкам Т-72 и собираться целиком в Японии. Опытные экземпляры танка появились в 1985 году, но полностью разработка тип 90 была завершена только в 1989 году. Столь долгий срок разработки объясняется довольно просто, идея полностью японского танка видимо довольно быстро накрылась медным тазом и потому, бросив попытки создать что-то самобытное, японцы в итоге просто обратились к немцам. Так к проекту танка тип 90 присоединились немецкие фирмы Круп МАФ и Краус МЭФ и ЕЙГИ, создававшие в свое время танки Леопард. Поэтому совсем не удивительно, что японский основной боевой танк 90 имеет не только лицензионную 120-мм пушку ринметалл, как на Леопарде, но и внешне почти неотличим от немецкой машины. Впрочем, нельзя сказать, что тип 90 — это всего лишь немного измененная версия Леопарда. От немца японец выгодно отличался высокой удельной мощностью двигателя, одной из наиболее высоких в мире — 29,9 л.с. на тонну веса, наличием автомата заряжания, уменьшенным до трех человек экипажем богатым набором электроники. К сожалению, все это добро также делает танк тип 90 одним из самых дорогих в мире, к тому же очень сложным в производстве. Производство японского основного танка тип 90 осуществлялось с 1990 по 2012 год при заявленной потребности в 400 — 500 танков. Для японских сил самообороны была построена только 341 машина. Танк не поставлялся на экспорт. Корпус и башня японского основного танка тип 90 сварные, броня многослойная, разнесенная, с широким использованием керамических элементов. Верхний лобовой лист корпуса расположен под очень большим углом к вертикали, в то время как лобовые и бортовые листы башни расположены без каких-либо углов наклона. Защита корпуса усилена за счет противокумулятивных экранов. Стабилизированная в двух плоскостях 120-мм гладкоствольная пушка германской фирмы Archein Metal, выпускаемая в Японии по лицензии фирмой Japan Steelworks унифицирована со всеми типами снарядов, выпускаемых в Германии и США. Для заряжания пушки используется автомат с использованием механизированной боеукладки, расположенной в нише башни и вмещающей 20 выстрелов. Система управления огнем от Mitsubishi Electric считалась одной из самых совершенных в мире, на момент вступления танка в строй. Она включает в себя электронный баллистический вычислитель, автоматически учитывающий поправки на скорость цели, боковой ветер, дальность до цели, креносит саппушки, температуру воздуха и атмосферное давление, собственную скорость танка и износ канала ствола. Вручную в него вводятся поправки на температуру заряда и тип выстрела. Кроме того, в систему входит стабилизированный в двух плоскостях панорамный перископический комбинированный прицел командира с ночным тепловизионным и лазерным дальномерным каналами, разработанный фирмой Fuji Photo Optical Company, стабилизированный в одной плоскости комбинированный перископический прицел наводчика Nikon Corporation, ночным тепловизионным каналом и вспомогательный телескопический шарнирный монокулярный прицел наводчика. Установленный на танке десятицилиндровый, двухтактный, V-образный, турбодизель жидкостного охлаждения Mitsubishi M12 и мощностью 1500 л.с. при 2400 оборотах в минуту, позволяет 50-тонной боевой машине развивать максимальную скорость 70 км в час. Хороший показатель подвижности обеспечивается и гидромеханической трансмиссией с блокируемым гидротрансформатором, автоматической планетарной коробкой передачи гидрообъемной передачей в приводе поворота. Ходовая часть состоит из шести обрезиненных опорных катков на борт, трех поддерживающих катков, ведущего колеса заднего расположения со съемными зубчатыми венцами, зацепление цевочное и направляющего колеса. Подвеска, комбинированная, на двух передних и двух задних опорных катках с каждого борта установлены гидропневматические сервомоторы, а на остальных — торсионные валы. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Поставьте пальчик вверх и подпишитесь. Этим вы поможете мне с продвижением канала. До новых встреч.